Переезд детского стационара откладывается предположительно до сентября следующего года. Загвоздка возникла с разрешением от Роспотребнадзора. Надзорный орган вынес 15 требований, которые Управлению здравоохранения необходимо выполнить. Один из пунктов – озеленение территории, произвести которое в данный период времени невозможно по объективным причинам. Придется ждать весны, поэтому срок сдачи объекта откладывается. Другие недочеты, выявленные Управлением Роспотребнадзора и которые оттягивают срок переезда детского стационара в здание инфекционной больницы, не менее каверзные. Так, уже после выполненного из данного ремонта необходимо произвести перепланировку части кабинетов. Как вы знаете, эту больницу строили 25 лет. Когда ее начинали строить, кабинет для медсестры был 9 квадратных метров, согласно современным САМПИНО, кабинет медсестры 10 квадратных метров. То есть, соответственно, и это в том числе стало не то, что камнем преткновения, но как бы это решаемая проблема. Для устранения этих нарушений нам нужно сделать, наоборот, часть дверей сделать, часть дверей устранить, сделать несколько перегородок. То есть, ряд некоторых ремонтных работ, которые мы вполне можем сделать своими силами, просто это требует определенных затрат. Все деньги, выделенные на ремонт помещений для детской больницы в этом году потрачены. Это больше миллиона рублей. Для того, чтобы устранить нарушения, указанные Роспотребнадзором, необходимо заложить еще энную сумму. И только после экспертного заключения от надзорного органа можно будет говорить о точных сроках сдачи здания в эксплуатацию.